Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев и мы начинаем Третий урок видеокурса, лендинг пейдж, адаптивный дизайн Итак, давайте установим движок Joomla на наш хостинг Вы должны находиться в своем аккаунте внутри вашего домена Вот путь, у меня главный, хостинг, у меня свой домен, у вас тут должен быть свой Здесь достаточно много элементов, не обращайте пока ни на что внимания Нам нужен раздел веб-сайт и кнопка импортировать сайт Кликаем на нее, кликаем вот сюда, где написано перенести файлы Либо просто можете перетащить сюда архив с нашей Joomla Итак, на момент записи урока, моя Joomla 3.4.1 версия У вас должен быть вот такой вот архивчик, 10.3 мегабайта И просто перетягиваем ее в эту область и отпускаем И здесь нужно подождать, пока наш архив зальется на хостинг и распакуется Итак, архив у нас залился, у вас должна вылезти вот такая вот зеленая надпись Что успешно залив архив Итак, теперь кликаем по вашему домену, чтобы перейти опять в панель управления Прокручиваем вниз И теперь нам нужен раздел база данных В это особо вникать вам пока не нужно Для каждой КМС существует так называемая база данных Сейчас нам нужно ее создать Кликаем по первой кнопке база данных И здесь нам нужно создать базу Вписывайте вот здесь любое произвольное название Можете просто единичку поставить Имя базы данных Имя пользователя Я тоже всегда ставлю такое же И здесь придумываете пароль И обязательно запомните его Или можете вот здесь вот сгенерировать Установить сложность пароля И нажать кнопку использовать пароль Тогда пароль у вас будет вот такой У вас свой, а тут у меня свой Но для тестового сайта мне подойдет простой пароль И повторить пароль И нажимаем на кнопку создать База данных создана Вот она у нас находится ниже По плюсику появляются кнопки управления Теперь просто вот копируйте ваш адрес сайта То есть который вы домен придумали И вставляйте его в адресную строку браузера Например в другой вкладке вашего браузера Вставляйте свой домен в адресную строку Нажимаете Enter И у вас должна быть вот такая вот страничка Это начальная страница для установки нашей джумлы Итак Все поля помечены вот такой звездочкой Обязательно для заполнения Название сайта Вы можете либо сразу написать название будущего вашего лендинга Либо пока написать что угодно Это потом легко можно сменить в настройках движка Пропишите сразу свой email Пропишите логин администратора Я пишу admin Вы на тестовом сайте тоже можете написать admin Но на рабочем сайте лучше все-таки придумать какое-то свое уникальное имя Для надежности вашего сайта Чтобы если что его было сложнее взломать Придумывайте пароль И нажимаем кнопку Далее Итак На следующем шаге нужно быть немножко внимательным Сейчас мы переходим на наш хостинг Там где наша база данных Нам нужно название сервера Имя базы данных и имя пользователя Копируем прямо отсюда Имя сервера Возвращаемся на вкладку установки нашей Joomla И где написано имя сервера базы данных Стираем здесь что написано И вставляем наше имя Возвращаемся обратно Копируем имя пользователя И вместо admin ставим имя пользователя Имя базы данных у меня в моем случае то же самое И нам нужен пароль Который вы придумали при создании базы данных Когда я вам сказал запомните пароль И нажимаем кнопку Дальше Можете тут прочитать Ознакомиться Нажимаем кнопку установить Ждем процесса установки Итак у вас должно появиться вот такое сообщение Поздравляем вы установили Joomla Я вас тоже с этим поздравляю Давайте установим русский язык Сейчас наша Joomla вся на английском языке Поэтому нам нужно поставить русский язык Установка языковых пакетов Нажимаем Из списка ищем русский язык Ставим напротив русского языка галочку Поднимаемся наверх Нажимаем дальше Читаем вот здесь про мультиязычность Активировать функцию мультиязычности Я не ставлю Убираем русский язык Панели управления язык сайта Русский Нажимаем дальше Все у нас русские языки поставились Теперь нужно удалить нам директорию инсталляцию Кликаем вот по этой кнопочке Директория успешно удалена И вот можно правой кнопкой мыши Открыть в новой вкладке А здесь кликаем сайт Итак Перед нами сейчас открыт сайт В новой вкладке мы открыли вход Для админ панели Вписываем сюда тот логин и пароль Который вы создавали при установке Joomla Нажимаем войти Как видите у нас все на русском У Joomla по умолчанию есть свои шаблоны Когда мы сайт устанавливаем только Он выглядит вот таким вот пустым Тут ничего нет Есть только форма войти И главная страница Home Соответственно мы не будем использовать шаблон по умолчанию А мы чуть позже поставим специально заточенный шаблон Под лендинг пейдж Очень гибкий шаблончик Возвращаемся в админку Читаем здесь вот все что написано в синей области Это сообщение так и будет все время здесь висеть Если оно вам озолит глаза Кликаем вот на эту синюю кнопочку И вот здесь вот скрыть это сообщение И скрыть сообщение Потом кликаем вот здесь система Панель управления То есть мы как бы находимся На главной странице нашей админ панели Здесь не пугайтесь Здесь много чего есть Если вы изучите этот курс В дальнейшем потихоньку-потихоньку Здесь можете ознакомиться со всеми инструментами системы Joomla Мы будем затрагивать самые необходимые моменты Самые важные И давайте произведем маленькие настроечки необходимые Которые я всегда произвожу при установке Joomla И так Видим тут опять вкладку системы Кликаем Кликаем потом общие настройки Кликаем система Вот здесь вот внизу Время жизни сессии Вот если вам что-то тут интересно Можете наводить просто мышку на название И в подсказке будет описано что это такое Здесь стоит 15 минут Я сразу ставлю 99 Это чтобы в режиме разработки Вас не выбрасывало из системы То есть чтобы сессия была подольше Так удобнее Нажимаем кнопку сохранить Любые изменения Которые вы вносите В настройках Joomla Всегда сопровождаются вот такой зеленой кнопочкой сохранить Если вы на нее не нажмете Ничего у вас не сохранится И важный еще один момент Человекопонятные урлы То есть вот в адресной строке Если у вас будет несколько страниц У вашего лендинг пейдж Если вы не внесете кое-какие сейчас изменения У вас здесь будут некрасивые урлы То есть всякие там вопросы Всякие символы Это не любят поисковики И за это как бы не поощряется Обязательно в самом начале Перед тем как вы запустите сайт в интернет Обязательно нужно сначала сделать красивый ЧПУ Итак, для этого мы возвращаемся в наш хостинг Прокручиваем вниз И нам в этот раз понадобится панель файлы Кликаем вот по этой файловой менеджер В вашем окне всплывет вот такое вот сообщение Что надо его установить Вот здесь выбираете русский язык И нажимаете установить Ждем процесса установки Он у нас установился Нажимаем на кнопку открыть файловый менеджер Здесь находятся все папки и файлы Нашего движка Joomla В корне сайта находим вот такой вот htexas.txt Нам нужно его просто переименовать Правой кнопкой мыши кликаем По этому объекту И нажимаем переименовать У вас может это быть Русский не всегда ставится Может быть на английском Но вот третий пункт снизу Удаляем txt и точку И в самом начале Обратите внимание Чтобы ваша клавиатура была На английской раскладке Тайм точку И в пустом месте где-нибудь вот здесь Мышкой кликаем Все, наш файл переименовался В точку htexas Переходим в админку Нашей Joomla Переходим с сайт И вот здесь вот Где настройки SEO Включить ЧПО У нас зеленая кнопочка Да, то есть оставляем И вот включаем еще Перенаправление url Добавить суффикс url Это все для красивых url И нажимаем сохранить и закрыть Кстати, вот отличие Это по сути Кнопка выполняет одно и то же действие Что сохранить и сохранить и закрыть Просто это нужно, например Если мы нажимаем на кнопку сохранить То у нас все сохраняется И мы остаемся на этой же странице А если мы здесь больше не работаем То есть нам тут больше ничего не нужно Мы нажимаем сохранить и закрыть То есть процесс сохранения одинаково Итак, что мы делаем теперь? Теперь мы можем с вами установить Специальный шаблон Заточенный под landing page Расширение Менеджер расширений Также вот здесь вот Есть такое вот синее предложение Добавить закладку Jet Это панель для установки Каких-то дополнительных расширений Оно вам пока не нужно Можете вот так его закрыть И вот здесь вот Скрыть его совсем Скрыть сообщение и сохранить Чтобы оно нам больше тут не мозолит глаза И вот смотрите Менеджер расширений Установка Вот кнопка выбрать файл С этой кнопки вы можете выбрать Файл с компьютера То есть все шаблоны Все какие-то расширения Дополнительные Они устанавливаются на Joomla С помощью вот этой кнопки Итак, в дополнительных материалах Смотрим Шаблон называется Helix 3 Templates J То есть Joomla 3 Есть тут похожий архив Где написано QuakeStar Это не то То есть это быстрый старт Вместе с Joomla С установленным данным шаблоном Нам нужен именно просто шаблон И просто перетягиваем Либо выбрать файл И нажимаем синюю кнопку Загрузить и установить И ждем процесс установки шаблона Если у вас процесс установки прошел удачно То у вас будет вот такое же зеленое сообщение Как у меня Итак, все шаблоны находятся Расширение И менеджер шаблонов Кликаем сюда Тут представлено несколько шаблонов Вот где написано напротив панели управления Это шаблоны для панели управления Вот в админской части И есть шаблоны по умолчанию Joomla Тот шаблон, который мы установили Он у нас Вот он Его название Helix 3 Чтобы его активировать И сделать по умолчанию Мы ставим Напротив него Вот здесь вот Звездочку Кликаем Так, чтобы звездочка стала желтой Теперь наш шаблон по умолчанию Идем на фронтальную часть нашего сайта И обновляем Страницу Итак У нас сменился шаблон Мы его видим Вот его логотип И нам нужно будет его вначале Немножко настроить Тут на самом деле много настроек Мы многие настройки с вами затронем позже Итак, я вас поздравляю Мы установили движок Joomla На хостинг Мы установили новенький шаблончик Адаптированный под лендинг пейдж Пускай вас не смущает его внешний вид Потому что сейчас он не наполнен Сейчас тут ничего нет И здесь, если вам что-то Он, например, не понравился Он очень гибко настраивается Меняются все цвета Вот эта нижняя часть Все-все-все здесь меняется А в итоге на этом шаблоне, смотрите Вот такой вот у меня получился лендинг пейдж Если я обновляю страницу Тут все у меня с анимацией Вот такой вот сайт Потом в уроках мы рассмотрим Вот такую вот галерею У нас здесь все вот так вот перестраивается Все адаптивно То есть вот это все мы будем с вами проходить и изучать Видео-бакграунд То есть задний фон можно будет ставить видеофайлы А на этом я заканчиваю данный урок И увидимся в следующем Субтитры сделал DimaTorzok